870 километров позади и 80 десантников завершают лыжный переход в парке Патриот. На финише их встречают традиционным караваем. За две недели участники акции преодолели немало препятствий. Это большая и сложная дистанция. Снегопады в пути. Но дух военнослужащих ВДВ никакие трудности сломить не могут. Все ребята пришли в полном количестве, в полном составе. И с поставленной задачей, я считаю, справились. И чувство гордости как за наших предков, так и за своих ребят, которые старались на этом переходе показать достойный результат. Военно-патриотическая акция посвящена 80-летию проведения Вяземской воздушно-десантной операции. Она проходила с 18 января по 28 февраля 1942 года. За это время в тыл врага высадились более 7 тысяч десантников, которые добирались до противника ночью на лыжах. Я горжусь, что были отобраны самые лучшие, чтобы честно выполнили свою задачу, честно и гордо. И в очередной раз прославили память наших предков-героев, воевавших в Великую Отечественную войну. В 16 городах побывали десантники в ходе лыжного перехода. Прошли по местам боевой славы. В каждом пункте проводили тематические мероприятия и встречи. На протяжении всего маршрута в каждом городе и населенном пункте участниками лыжного перехода организовано более 25 военно-патриотических акций, около 50 встреч с участниками учебных заведений и ветеранами Великой Отечественной войны и труженками тыла. Проведено более 20 ритуалов о дании воинской почести в местах захоронений погибших героев. Участники лыжного перехода – курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова и 106-й гвардейской воздушно-десантной тульской краснознаменной ордена Кутузова дивизии. Оба подразделения показали отличную подготовку.